Дорогие братья и сестры, как-то на днях ко мне подошла одна девушка и говорит, хочу батюшка причаститься и поисповедоваться. Я говорю, замечательно, а почему вы так решили? Она говорит, я болею и хочу, чтобы Господь меня исцелил. Да, хорошо, что она пришла в церковь. Она не пошла к бабкам, экстрасенсам, гадалкам, она пришла в церковь. Но плохо, что ей от церкви надо только исцеление. Ей не нужны Божья благодать, Божья любовь. Христос ей не нужен. Ей нужно только здоровье, только счастье, только земное благо. Только чтобы у нее все было хорошо. Это, братья и сестры, подобно, как дети, которые звонят своим родителям только по одной причине. Папа, деньги вышлишь? Им не нужна родительская любовь. Им нужны родительские деньги. Среди православных есть те, которые приходят в церковь ради вечных благ. Ради того, чтобы Бог простил их грехи, чтобы Бог даровал им жизнь на небесах, жизнь в райских обителях. Но это, братья и сестры, подобно тому, как слуги работают своим господам ради награды, как дети угождают своим родителям, досматривают их послушно им, только ради того, что получить наследство родительское. Они не любят своих родителей. Им нужны родительские деньги, состояние и наследство. Но есть, братья и сестры, те, которые всем сердцем своим ищут Христа, которые работают Христу не ради земных или вечных благ, но ради самого Христа, ради Его любви к нам. Они понимают, Христос умер для меня, Христос меня любит, а люблю ли я Его, а благодарны ли я Ему за все то, что Он мне даровал. Апостол Павел так и говорит, что истинная вера, истинное христианство – это когда один умер за всех, что все умерли для одного. Христианин размышляет над страданиями Христа, над Его жизнью, над тем, что Он претерпел ради нас, над Его любовью к нам и старается угодить Ему, не опечалить ничем Христа, не сделать Ему больно своими плохими поступками. Он исполняет западе ради любви Христова, своими добрыми делами. Он как бы доказывает свою любовь к Христу. Господь Бог говорит, «Сыне, дашь мне сердце Твое». Вот, братья и сестры, что Господь от нас ищет? Не ищет наших каких-то жертв или даже добрых дел. Нет, не этого. Он ищет наше сердце, нашу любовь. И поэтому Бог и говорит, первое и самое важное западе – «Возлюби Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей и всей крепостью твоей». Вот, братья и сестры, цель, смысл нашего спасения и всей нашей жизни – возлюбить Бога по-настоящему. Не Божий благ, не Божьи дары, а именно самого Бога. Искать Его, стремиться к Нему. И такому человеку, братья и сестры, не важно даже награда, не важно, где он будет даже после смерти. Ему только беспокоит одно – будет он с Богом или нет. Близко к Богу или очень далеко. Его беспокоит то, в этой земной жизни он близко к Богу. Или сердце его далеко отстоит от Господа. Мерзлится он в очах Божьих. Или приятно делает Богу. Христианин истинный пытается всегда угождать Богу, как жена любит своего мужа и пытается угождать ему. Так и христианин пытается всегда все, что он не делает, делать во славу Божию, делать для Господа. И апостол Павел говорит, что все, что вы не делаете, делайте для Господа. Братья и сестры, преподобный Силуан Афонский говорил такие слова. «Мне не важно, где я буду после смерти. Даже если бы мне сказали, что я буду в аду, я все равно бы старался бы Богу угождать. Я все равно Бога бы любил бы и все равно старался бы делать Богу приятным». А как, братья и сестры, есть много таких людей, которые говорят, «Ах, не спасусь, поживу в свое удовольствие». «Все равно у меня грехов столько много, поэтому еще больше буду грешить, все равно уже не спасусь». Братья и сестры, они эгоистичны, они корыстолюбивы, их интересует только одно – жить для себя и в свое удовольствие. Христианин же старается сделать Богу приятным, жить для Божьей любви. Преподобный Иоанн Лествичник говорит такие слова. «Есть монахи, которые пришли в монастырь ради покаяния, ради прощения грехов, но проходит время, и эта благодать покаяния отступает от них, и они остаются теплохладными. Они оставляют свои подвиги и остаются бесплодны. Есть монахи, которые приходят в монастырь ради вечных благ, ради награды на небесах, но они подобны мельнице, которые все время одинаково мелят и не преуспевают дальше. Но есть монахи, которые пришли ради любви к Богу, и каждый день они все больше и больше возогреваются этой любовью, все больше и больше они возрастают в этой любви. В пламени огня любви сгорают все их страсти, все их привязанности, и всем сердцем они устремляются к Богу». Так, братья и сестры, есть три образа веры христианства. Первый образ веры покаянной ради прощения грехов, и это угодно Богу. Второй образ — это наемничество, и это угодно Богу. Но самое угодное, самое приятное, самое истинное христианство — это любовь, это жить для Христа во имя самого Христа, во имя благодарности Христу и вострадания, его любви к нам. Подобные, братья и сестры, притч есть много, где говорится, что вера покаянная, но без любви, подобно медной монете. Вера, которая служит Богу, работает для Бога в подвигах, но не ради любви, подобно серебряной монете. Но истинная любовь, которая угождает Богу ради самой любви, подобна золотой монете. Братья и сестры, мне кажется, что христианство подобно вот этим трем направлениям. Протестанты ищут покаяние, ищут, чтобы Бог просил их грехи. Они говорят, если ты уверовал в Христа, Бог прощает твои грехи. Кровь Христа омывает тебя, но на этом они останавливаются. Их забудет только прощение. Получил прощение — и хорошо. Даже есть такие протестантские конфессии, которые говорят, если ты с Богом, Бог тебя благословляет, Бог тебе помогает, и у тебя должно быть все хорошо. И с деньгами, и с карьерой, и во всех твоих нуждах у тебя должно быть все хорошо, потому что ты с Богом, ты уверовал. Братья и сестры, таким бы хотелось бы привести пример праведного Иова, который жил праведно и свято. Какие тяжкие скорби его постигли, какие тяжкие испытания. К нему пришли его друзья и упрекали праведного Иова. Ты, наверное, чем-то согрешил, раз такие болезни и скорби тебя постигли. Но праведный Иов им ответил, неужели мы будем принимать от Бога только хорошее, а не будем ли принимать и худого? Это, братья и сестры, какой мудрый ответ, истинно смиренного и благодарного сердца Богу. Он благодарный Богу за все и принимает от Бога все, доверяя Богу, не споря с Богом. Это, братья и сестры, пример для всех нас. И когда постигают какие-то скорби нашего ближнего, не нужно ему говорить, ты, наверное, тяжко согрешил, и поэтому у тебя беды, такие скорби с тобой произошли. Не надо так говорить. Нужно его укрепить. Ужайся. Веруй. Не отступай. Молись. Господь тебе поможет. Не отступай от Господа. Не впадай в уныние и отчаяние. Покажи свою веру в скорбях. Покажи свою веру, как апостолы были на море, в буре, и будили Христа. Господи, погибай. Господь им сказал, что вы так боязливы, маловерны. И поэтому, если случаются наши житейские скорби нужны, не нужно подать в уныние, в панику, в отчаяние. Нужно быть мужественным. Если Бог эту бурю послал, она пройдет, и будет солнце. Нужно только потерпеть, и претерпевший до конца спасется. Братья и сестры, дальше посмотрим. Католическая вера. Главное их неучение спасения, это наследие, наследовать Царство Небесное. Они приводят доказательства слова Иисуса Христа. Прежде всего, ищите Царство Небесное. Но, они неправильно понимают это место. Потому что под Царством Небесным Христос имеет в виду самого себя. Имеет в виду Божью любовь. Потому Он и говорит, Царство Небесное внутри вас есть. Это же не что-то внешнее блаженство, какие-то внешние, райские там, яблоки райские, райские радости. Нет. Это внутри вас есть. Божья благодать, Божья любовь. Это Сам Христос. И поэтому православная вера учит истинно. Цель спасения, стяжание Духа Святого, Божьей любви, уподобление Христу. Апостол Павел говорит, уже не я живу, но живет во мне Христос. Я в муках рождения, доколе в вас не изобразится Христос. Вот цель спасения, уподобление Христу, усыновление Богу, быть вечно с Богом на небесах, приблизиться к Нему, в Его войти, в Его любовь. Вот ради этой любви и Бог создал человека. Бог есть Сам любовь и блаженство. Но не захотел радоваться этой любви и блаженству Сам по себе. Он создал человека, чтобы включить его в эту Божию любовь. Вот задумка Бога для человека. Чтобы человек вошел в эту Божию любовь и Божие блаженство. И поэтому мы должны и исполнить наше предназначение искать Божьей любви, возгораться все больше и больше Божьей любви. Преподобные отцы говорят, что на земле мы учимся жить для неба. Поэтому на земле нужно научиться жить в любви Божьей, жить для Бога. Научимся так жить, славить Бога, молиться Богу, доказывать свою любовь исполнить западе в Господне. Будем с Богом вечно. Тот же, кто не научится этой Божьей любви, кто больше для себя в своей гордыне, эгоизме, даже может в церковь ходить, даже может посты соблюдать, даже может другие какие-то добрые дела делать. Но если он не любит Бога, не знаю, наследует ли он Божию вечную любовь. Да, возможно, он и будет прощен, помилован, возможно, он и получит то, что он искал, райские блаженства, но будет ли он рядом с Господом, не знаю. Знаю только одно. Цель нашего спасения – Христос быть с Богом вечно. К этому мы призваны, и этому, братья и сестры, и будем стремиться. Аминь. Продолжение следует...